В Центральном государственном архиве открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения профессора, доктора педагогических наук Фёдора Советкина. Экспозицию успели оценить мои коллеги, они готовы рассказать подробности. В небольшом выставочном зале городского архива открылась выставка, посвященная юбилею человека, который вошел в историю как просветитель мордовского народа. На открытие пригласили, как они назвали себя сами, последователи Фёдора Советкина, а именно представители высших гуманитарных заведений и, конечно же, студентов. Чтобы они прежде всего знали о том, кто такие просветители мордовского народа, помимо Евсельева, Дорофеева, чтобы они открывали для себя и другие имена. Тем более у нас в фонде Советкина положилось много интересных документов. Экспозиция состоит из пяти разделов. Страница биографии, ученый-педагог, рецензия на работы Советкина и личная переписка. Но самым ценным документом для истории родного края организаторы признали воззвание к мордовскому народу. В этом воззвании говорится о том, чтобы интеллигенция мордовская несла просвещение в народ, сохраняя прежде всего и мордовские традиции, и в то же время обучаясь и русскому языку, то есть изучая культуру и народов России. В годы Великой Отечественной Советкин также работал не покладая рук. Он выпустил уникальное пособие для обучения бойцов, которые не владели русским языком. За свою плодотворную жизнь ученый внес в развитие языка неоценимый вклад, разработал более 30 учебников, а в 1933 году издал букварь, рукописи которого хранятся в Саранском архиве. В историю Федор Советкин вошел неспроста. Признался в автобиографии, что в школе совершенно не понимал учителя русского. Мальчик знал только ирзянский язык. В роли переводчика выступил местный священник. И с тех пор Советкин решил, чтобы посвятить свою жизнь просвещению и образованию людей всех слоев населения. Татьяна Дюфур, Григорий Денисов. Наши новости.